Ну, не может быть так, чтобы одна часть страны проливала кровь, воевала с реальным нацизмом, а другая часть браталась с теми, против кого мы воюем, шел обмен, торговля, бабло. Ну, так не может быть, это не может, вокруг этого консолидации общества не будет, потому что как может консолидироваться та часть общества, которая сегодня на передовой реально, реально защищается от реального фашизма. Это не фигура речи. То есть Зоркин говорит, будет борьба между патриотами и сторонниками оккупации. Ну, я правильно перевел Зоркин? И это нехорошо. Ну, конечно, они боятся, потому что пока этого нету, они надеются, что Россия проиграет. То есть они-то на той стороне, просто сидят тихо и ждут, когда за них дядя Сэм с Борисом Джонсоном и Зеленским решат все проблемы плохого Путина в их понимании. А когда они убедятся, что это не произошло, и они стоят перед смертельной опасностью, хотя Путин человек добрый и против репрессии, но тут объективный фактор начнет играть, то, конечно, старейшина под 90 лет заранее это предупредила. Так что это старая гвардия, как и Зюганов. Просто эта старая гвардия сейчас мобилизована американцами. Понятно. Ну, в общем, Евгений Алексеевич, в любом случае, это старая гвардия, от нее придется избавляться, потому что и она тормозит, и Сталин избавлялся. Сталин избавлялся, как только будет сформирована нами, участниками национально-освоительного движения, обстоятельствами военного характера, общественное мнение за чистку, будет большая чистка. Раньше нельзя. Командующий скажет, он скажет, когда надо снять с фронта 10-20 тысяч солдат и отправить на чистку в Москве. Ну, и, соответственно, в этом случае, какова будет задача национально-освоительного движения в момент очисток? Нет, задача национально-освоительного движения. Да, штабов НОДА. Задача штабов НОДА – вести линию на победу в восстановлении Отечества. Еще раз, в силу вот этих обстоятельств, мы единственные, кто может говорить правду народу. Открыто, да, нас глушат, нас запрещают, нам на телевизионный вход запрещен, нам запрещен вход в интернете, нас тут блокируют. Я уже сбился, сколько раз меня уже блокировали на Ютубе, и вас тоже, и Беларусь Инфо, и всех остальных. Но это наша роль такая. Мы, пока мы находимся еще в подполье, хоть и лидер наш Путин, и он в подполье находится, поскольку не все говорит, да, говорит, я скажу вам позже, мы еще не начали, потом я скажу, что такое начали. Это же и есть вот это все, да. Я не могу, он фактически открытым тесным, я не могу сказать прямо. Сейчас. А почему не может? Потому что власть у США, и пока она еще достаточно у них сильна, чтобы в случае консолидации оказаться сильнее его. Поэтому идет подготовка. Вот все, что идет сейчас, это подготовка к тому моменту, когда мы начнем. Поняли, да? Еще раз, кто не понял. Мы еще не начинали. Мы готовимся, чтобы начать. Понятно? А в этом случае мы как раз являемся главным звеном, нитью идеологии и политики практической, и идеологии для народа. Наша задача – готовить народ для вот этого момента, когда мы начнем. Мы знаем этот момент. Этот момент будет восстановление Отечества, его территории и суверенитета. Все просто. Спрашивают, что конкретно делать. Конкретно готовить общественное мнение для восстановления Отечества, его территории и его суверенитета. Все. Что тут сложного? Готовить народ. А уже листовки, пикеты, работа в интернете – это уже технологии подготовки народа. Конкретно каждый, что умеет лучше, может об этом, это обсудить в штабах НОДА. Либо получить соответствующую команду в бригадах оперативного реагирования. И то, где ему лучше получается, то он и должен делать. Продолжение следует...